Память во имя будущего. В Музее изобразительного искусства открылась мультимедийная выставка о работе современного искусства, посвященная памяти жертв политических репрессий. Автор и руководитель художественно-гуманитарного проекта Нурлан Дулатбеков. Подробнее в сюжете. Для реализации этой выставки под названием «Архипелаг Карлак» художники Алмагуль Менлибаева, Айнур Саденова и Сарлыбек Бекбатаев в течение трех лет готовились. Скурпулезное изучение архивных документов и посещение исторических мест пребывания репрессированных вылились в цельные и проникновенные произведения, пространственные композиции, видеоинсталляции и фотографии, которые образовали собой единое художественное целое. Первыми выставку оценили в столице. Выставка была презентована в Астане, в Академии национальных музеев Республики Казахстан. Вызвала огромный резонанс общественный и получила признание со стороны не только наших соотечественников, но и людей, которые были просто гостями нашей столицы, руководителя посольств, консульств и так далее. Я думаю, что выставка – это отражение того, что мы можем сделать для будущих поколений. Автором проекта является член-корреспондент Национальной Академии наук, доктор юридических наук Нурлан Дулатбеков. Проект «Архипелаг Карлак» – это дань памяти узникам лагерей Казахстана и осмысления жестоких преступлений против человечества. Изучив материалы научного центра «Карлак» память во имя будущего Академии Балашак через глубокое погружение и осмысление трагического советского прошлого, художники размышляют о природе кровавого периода в истории XX века. О судьбах людей, попавших в жирновой истории. Айнур Саденова расследовала тему, исследовала тему Алжира, алжирских узниц. Вот эти платья говорят о высоком статусе этих женщин, о их женственности. Почему она избрала именно платье как символа женственности? Она решила таким образом показать алжирских узниц. Несмотря на то, что они прошли такой сложный путь, сломленные судьбы этих женщин, они все-таки в глубине души и вообще оставались всегда женщинами. Еще одна инсталляция – мамочки на кладбище. На нем хоронили мертворожденных младенцев, погибших детей и их матерей, отбывавших наказание. Сразу после прибытия в лагерь новорожденных и их детей отбирали у мам и содержали в деткомбинате. Встречались они с матерями только на кормление два-три раза в день. На руки брать детей было запрещено. Грудное кормление проходило, когда малыш лежал в кровати строго под контролем конвоира. Мокрые пеленки меняли редко. В таких жутких условиях многие дети умирали. Тела собирали в бочке, чтобы захоронить в одной могиле. Еще много поучительного и не оставляющего никого равнодушным смогут увидеть посетители. Выставка в Караганде продлится до 10 декабря.